Добрый вечер! В эфире предновогодний выпуск новостей ТВК. До нового 2023 осталось совсем немного, меньше 4 часов. И уже в 12 красноярцы и жители края встретят год черного кролика. Напомню, в этот раз городские власти взяли курс на экономию празднования и традиционного фейерверка в бой курантов в Красноярске не будет. В любом случае важно, что этот праздник вы встречаете в кругу семьи и близких. В это время традиционно люди делятся на два лагеря. Тех, кто уже приготовился к празднованию и даже сел провожать Старый год, и тех, кто еще активно готовится к встрече Нового года. Есть и те, кто только отправился за праздничными покупками. Еще накануне елочные базары и торговые центры буквально превратились в мекку для покупателей. О том, как красноярцы готовятся к Новому году, расскажем в сюжете далее. Сосновые такие композиции, что напоминает лес, природу. Это ближе, видимо, все-таки к людям. Каких только украшений не встретишь на новогодних базарах. Вот где приходит праздничное настроение. Тут тебе и игрушки в виде Деда Мороза, и леденцы зубастые. Приходи, не скупись, а то ведь хаги-ваги завтра уже не купишь. На новогоднем базаре среди сувениров, гирлянд и подарков, кто бы мог подумать еще пару лет назад, настоящая Кока-Кола. Ее же нигде нету. Тут параллельный импорт. Вот мы затариваемся, так сказать, запрещенкой на Новый год. Ажиотаж в торговых центрах такой, что кажется, они вот-вот лопнут. Нужно успевать. В последний день года крупнейшие молы будут работать в сокращенном режиме. И закупаться ведь нужно еще и на начало года. 1 января комсомол, к примеру, не работает вообще, а планета откроется только в час дня. Так что у магазинов именно сейчас золотая лихорадка. Особенно 29-30-31 вообще народу не остановит. Мы оставили цены такие же, как и были в прошлом году. Но до торговых центров еще нужно добраться. Пробки вокруг крупных молов какие бывают раз в году. Пока рекорд 9 баллов, но время до Нового года еще есть. Елочные базары тоже ждут клиентов. Выкидывать на помойку всю эту красоту не хочется. К тому же цены сейчас идут вниз. Раньше метр живого дерева стоил полторы тысячи рублей. Сейчас всю елку целиком отдадут за 500 тысяч. И кроме елок есть другие хвойные на выбор. У меня дома пихта лично. Потому что она стоит долго. Мы уезжаем на праздники, чтобы приехали, еще постояла, порадовала. Каждый свое выбирает. В продуктовых магазинах тоже оврал. Магия праздника заставляет чуть ли не последнюю копейку потратить. Лишь бы стол ломился от оливье, селедки под шубой, бутербродов с икрой и других популярных блюд. Закупаются красноярцы каждый раз, как будто в последний. Страшно за систему канализации. Справится ли 1 января? В администрации города успокаивают. Даже если что-то случится аварийное, ремонтные бригады будут работать. И в праздники для них сухой закон. Даже служба отлова бродячих собак готова принимать заявки хоть в новогоднюю ночь. Абсолютно во все управляющие организации разосланы соответствующие рекомендации, письма, напоминания о том, чтобы у них были дежурные, чтобы были телефонные аварии. Возможно, на досках объявления их нужно еще раз посмотреть. Напечатание в кавитанциях, они должны быть определенным образом в декабрьских. И, конечно же, служба 005 тоже никуда не уходит. Она будет дежурить, функционировать в круглосуточном режиме. Там будет много диспетчеров. Непосредственно в новогоднюю ночь горожан приглашают на главную красноярскую елку, на Татышево. Скорректированный прогноз синоптиков не должен отпугнуть сибиряков. Обещают минус 21, минус 23. И пешком с острова домой идти не придется. Автобусы будут работать до двух ночи. Традиционно для гостей и жителей города Красноярска департаментом транспорта организовывается движение 11 автобусных маршрутов от острова Татышева, где расположена городская елка, во все районы города Красноярска. Интервал движения на маршруте около 30 минут. Стоимость поезда 32. А вот ждать большого новогоднего салюта в этот раз не стоит. Фейерверк отменен. Интересно, будут ли экономить обычные горожане? Ведь, как правило, в новогоднюю ночь именно небольшие салюты, запущенные чуть ли не из каждого двора, создают атмосферу настоящего народного праздника. Виталий Поляков, Владимир Антонов. Новости ТВК. Пенсионный фонд России упразднят, больничную начнут выплачивать тем, кто работает по договору, а предприниматели будут платить налоги по новой системе. Как изменится жизнь россиян в новом 2023 году и какие законы вступят в силу с 1 января, Дмитрий Шхузин расскажет подробнее. Да, Полина, Новый год – это не только подарки мандарины и шампанское, но и новые законы, по которым нам с вами жить. В частности, с 1 января 2023 года в России вступает закон о ликвидации пенсионного фонда. Таких громких заявлений бояться не нужно. Вместо пенсионного фонда появится новая госструктура – социальный фонд России. В него же, кстати, войдет и фонд социального страхования. В Краевом пенсионном фонде заверили, что для пенсионеров такие, казалось бы, глобальные изменения ничем не грозят. Услуги пожилые красноярцы будут получать, как и раньше, в зданиях пенсионного фонда. Только теперь они будут называться едиными офисами социального фонда. Объединенные офисы клиентского обслуживания будут располагаться там, где ранее располагались клиентские службы пенсионного фонда. Если граждане уже являются клиентами либо пенсионного фонда, либо фонда социального страхования, никаких заявлений, никаких изменений подавать не нужно. Задача главная от централизации вот такого объединения – сделать бесшовный переход. Из двух фондов в один, чтобы гражданам было удобнее, но от них ничего не требуется. Все базы, все данные, они сохранятся, они находятся под защитой и перейдут во владение социального фонда России. Еще одно изменение, которое коснется многих – это выплаты по больничному листу. С 1 января следующего года в России увеличивается так называемый дневной потолок. Он составит 2736 рублей, а за месяц, 31 день – 84 846 рублей. Это касается тех, чей стаж превышает 8 лет. В этом случае по больничному листу можно получить 100% от среднего заработка, но не больше обозначенной суммы. Кроме того, со следующего года выплаты по больничному листу будут получать и сотрудники, работающие по договорам гражданско-правового характера, то есть по ГПХ. Ранее больничные им не полагались. Еще одно важное нововведение – единый налоговый счет. Эта информация важна предпринимателям. С 2023 года для бизнесменов автоматически откроется единый налоговый счет. Теперь, чтобы платить налоги и страховые взносы, нужно вносить средства на этот единый счет. И, соответственно, налоговая будет учитывать эти платежи в счет оплаты налогов. Так сейчас система работает для обычных людей – физлиц. Можно закинуть деньги на авансовый счет, а налоговая сама возьмет, когда потребуется. Эксперты говорят, что у новой системы есть как и плюсы – это удобство, так и минусы. И главное, что у нового счета собственный порядок распределения ваших средств. Во-первых, это установлена очередность зачета платежей. Вот лежит определенная масса денег на счете. И налоговая установлена сейчас так, что в первую очередь будет погашаться недоимка. Причем недоимку они сами снимут. То есть вы можете посчитать, что у вас есть достаточное количество денег, но вдруг где-то возникла недоимка, которую вы можете даже не знать, что вам что-то начислили. То есть, возможно, запросто такие ситуации. С вас снимут эти деньги. Соответственно, по налогам, по которым вы убеждены, что у вас все прекрасно, у вас возникнет недоимка с доначислением пеней и так далее. Нововведения коснутся и ювелирной сферы. С 1 января 2023 года подобные магазины должны будут перейти с упрощенной системы налогообложения на основную. Сейчас, по оценкам экспертов, так называемой упрощенкой пользуется половина продавцов. По оценкам, единовременная налоговая нагрузка для ювелирного бизнеса увеличится с 5-15% сразу до 40. Вырастет в следующем году и стоимость техосмотра. В нашем крае сумма поднимется с 700 рублей до 900. Так или иначе, какие бы изменения нас не ждали в 2023, я желаю вам всего хорошего. Будьте добрее и с наступающим вас 2023 годом. Этот год оказался сложным для нашей экономики. После февраля отношения с Россией разорвали более 1200 предприятий. Полноценного импортозамещения пока не случилось. Зачастую товары одних иностранных брендов на прилавках сменяют другие. Но тоже иностранные. Из-за ухода компаний до сих пор не запущены многие торговые и производственные площади. Как экономика выживала в этом году, итоги подведет Виталий Поляков. В одном баре нам предложили заменитель Кока-Колы. Но он такой отвратительный был заменитель, я прям аж не ожидал. Столько прям сильно отвратительный. Хотя Кока-Кола оригинально доступна. Казахскую тут недавно увидела. Ресторатор Анатолий Ващенко не любитель Кока-Колы, но считает, замещение этого именитого бренда в России идет с переменным успехом. В отличие от другого, Макдональдса. На его вкус исходное сомнительное качество примерно таким и осталось. Макдональдс и Кола в свое время в России были символами сближения с Западом. Но теперь, когда в официальной риторике западное означает враждебное, эти бренды будто призраки. Их нет, но они есть. Ващенко считает, что в ситуации, когда многие зарубежные марки ушли, страдают в основном ценители. Те, кто ни при каких условиях не готов променять ту самую газировку или алкоголь на заменитель. Для остальных изменений не так и много. Ушел один вермут, пришел другой. Предприниматели из кожи вон вылезут, чтобы и заработать, и удовлетворить клиента. Насколько это позволяет ситуация. Предприниматели, как сырники, они прорастут везде, всегда. Даже в тоталитарном Советском Союзе были предприниматели, которых далеко не были в почтении. Это цеховики разные, это по сути свои предприниматели. И они росли даже в условиях тоталитарного режима. Да, желание именно что-то делать, чем-то заниматься, не плыть по течению. Вот именно это и двигает нашу страну. Но двигать становится все сложнее. Более тысячи иностранных брендов покинули нашу страну и возвращаться пока не планируют. От Мерседеса до Фиата, от Адидаса до Хугабос, от Эппл до Хитача, от Майкрософта до Ксерекс. Боинг с Аэрбасом не поставляют новые и не ремонтируют старые самолеты. Многие иностранцы покинули Россию, бросив все. Простаивают автомобильные заводы, фабрики Икеа и другие. Во многом ситуации у российские прилавки спасает одобренное правительством пиратство. Или официально параллельный импорт, который позволяет не допустить дефицита. Вкупе со снижением доходов и покупательской способностью россиян на рынке гаджетов, например, такой импорт даже не приводит к росту цен. Большинство брендов стали поступать в Россию через страны-посредники. То есть, если, например, посмотреть товарооборот с такими странами, как Казахстан, Турция, Арабские Эмираты, то есть можно сказать, что он вырос просто в разы, как бы, и буквально почему-то начался с марта. То есть, поэтому вот это дополнительное плечо логистики, оно, конечно, удорожало товары примерно процентов на 15-20. С другой стороны, у нас курс доллара с 74-75 на начало года, то есть в среднем по году составил около 66. То есть и вот это вот падение, оно фактически компенсировало стоимость доставки. В феврале-марте многие экономисты предрекали скорый экономический апокалипсис в России. Но, по крайней мере, пока он не случился. Магазины ломятся от изобилия товаров. По официальным данным, рост цен замедлился, а хлеб, масло, макароны, крупы, сахар, мука даже дешевеют. Беда с рыбой, она подорожала примерно на 40% из-за новых экономических реалий, и возвращаться в прежние ценовые воды не спешит. Недовольные кофеманы, сырье для этого напитка не вырастешь на сибирской грядке, поэтому оно подорожало выше среднего. Несмотря на официальную цифрацию в 13, объявляемую по году в 13, а по факту, я думаю, что во все 17-20% в некоторых категориях рост цен очень сильный произошел, особенно в кофе. Чем сложнее импорт, именно составляющая важнее, чем сложнее данный продукт произвести непосредственно в России, тем сильнее стыкнули цены. Эксперты считают, что следующий год может стать определяющим для российской экономики. Многое будет зависеть от ценной энергоресурсы и других внешних факторов. Но специалисты сходятся на мнение, что экономика продолжит падение. Виталий Поляков, Сергей Токарев. Новости ТВК. Вы смотрите новости ТВК. Поздравляем вас с наступающим Новым годом и напомню наш телефон 200-00-65 и мы продолжаем выпуск. В этом году в Красноярске отказались от масштабных празднований Нового года. Тем не менее, в городе есть чем развлечь себя в длинные выходные. Филармония, кинотеатры, зоопарк и другие учреждения ждут гостей. Куда сходить на январских праздниках, знает Алена Кузнецова. Новогодние выходные продлятся до 8 января включительно и просидеть всю эту неделю дома совершенно точно неправильное решение. Да, в этом году городские власти сократили масштабные празднования и основные елки и концерты прошли в конце декабря. Но тем не менее, красноярским учреждениям есть чем порадовать горожан в длинные выходные. Обширную новогоднюю программу подготовила красноярская филармония. В ней спектакль путешествия для детей и взрослых. Папа спешит домой о жизни японской семьи, отважному папе которой приходится спасать мир по дороге с работы. 12 месяцев Самуила Маршака расскажет лучший рассказчик страны, маг художественного слова Павел Любимцев под сопровождение Красноярского камерного оркестра. Русский оркестр филармонии приглашает малышей и их родителей послушать зажигательные песни в праздничной программе «Мульткарнавал». Вас ждет встреча с великолепными солистами, а также сюрпризы и подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Знаменитую сказку Андерсона «Стойкий оловянный солдатик» исполнит детский музыкальный театр на сцене камерного зала Красноярской краевой филармонии. Премьера рождественской музыкальной сказки «Снежная королева» в исполнении ансамбля «Виртуозы Красноярска» состоится 5 января. Также в первые дни Нового года на сцену Большого зала филармонии традиционно выйдет знаменитый ансамбль танца Сибири Михаила Годенко с программой «С Рождеством». Работать БКЗ начнет 3 января. Билетов осталось мало, но их все еще можно купить на официальном сайте и там же ознакомиться с более подробной программой. Для любителей активного отдыха Центр путешественников организует поход на скалы Сивы. Он состоится 7 января с 12 дня до 5 вечера. Это бесплатно, но нужна предварительная онлайн-регистрация за 3 дня до мероприятия в группе Центра путешественников во Вконтакте. Спортивных болельщиков в длинные выходные порадует матч баскетбольного Енисея с многократным чемпионом России московским ЦСКА. Он состоится в арене «Север» 6 января в 17.00. Цена билетов от 250 до 900 рублей. Ну и куда без кино? В этом году афиша богата на новогодние фильмы. Среди них, например, экранизация рассказа «Чук и Гек». Также в кинозалах покажут уже традиционные «Девятые елки». Для зрителей помладше подготовили фильм о обожившем плюшевом медвежонке «Приключения Тедди», а для тех, кто постарше – комедия «Тайны Санта». А вот, например, наш Красноярский дом кино подготовил для зрителей целый новогодний киномарафон. В рамках программы будут показаны лучшие релизы иного кино, кинопрокатчика за 2022 год, такие как «Артист» – это ода классическому Голливуду, романтическое аниме «Дитя погоды» и многие другие фильмы. Помимо этого, в киномарафон войдут советские фильмы, например, отреставрированная версия кинофильма «Формула любви» Марка Захарова и фильм Эльдара Рязанова «Вокзал для двоих». Те, кто сидеть в кинозале не хочет на длинных выходных, могут посетить парк флоры и фауны «Роев ручей». Красноярцев приглашают на экскурсию по закулисью зоопарка. Работники «Роева ручья» покажут территории, на которые никогда не ступала нога обычного посетителя. Участники экскурсии узнают, как ухаживают за животными, попробуют себя в роли сотрудника зоопарка, узнают об особенностях работы кинологов с собаками, пород хаски и самоеды и сделают с четвероногими снежное селфи. Такие экскурсии будут проходить каждый день со 2 по 8 января. Стоимость – 300 рублей. Также надо будет приобрести входной билет и требуется предварительная запись. Кроме того, в парке каждый день на длинных выходных будет работать заимка Деда Мороза. Алена Кузнецова, Владимир Антонов, Новости ТВК. Снежную новогоднюю ночь обещают синоптики красноярцам. И хотя столбики термометров сегодня опустятся до минус 23, уже 1 января тепло вернется в Красноярск. Подробный прогноз погоды на новогодние праздники от Елены Армаз. Праздник к нам приходит вместе с похолоданием и снегом. К новому 2023 году температура в Красноярске заметно понизилась. Но это ненадолго, говорят синоптики. Декабрь нынче переменчив. Сначала было холодно, во второй половине сильно потеплело. И вот теперь снова комфортные температуры сменятся по-настоящему зимними, сибирскими. На севере так вообще в новогоднюю ночь обещают почти минус 45 градусов. Так что красноярцы еще легко отделались. У нас обещанных морозов с 31 на 1 не будет. Новогодняя ночь будет таковой. Небольшой снег, ветер слабый. Ночная температура будет минус 21, минус 23. Днем 1 января минус 14, минус 16. В целом довольно комфортная погода ожидается. Не такой мороз, как ожидали. Днем 31, минус 16, минус 18. Тоже, в принципе, довольно комфортная погода. Ветер слабый, в основном восточном направлении. Ну вот, а далее, вот со 2 числа начинается потепление. Погода в начале 2023 года в самом деле порадует красноярцев. Пик тепла синоптики прогнозируют, как ни странно, в рождественскую ночь. Однако после 10 числа в Красноярск придут морозы всерьез и надолго. Потепление стоит ждать лишь в конце января. Зимние месяцы сами по себе пожары небезопасны. В новогодние дни риски увеличиваются в несколько раз. Именно из-за затяжных праздников в январе спасатели ждут всплеска пожаров. Еще больше усугубляют ситуацию гирлянды и фейерверки. В МЧС просят красноярцев, как можно внимательнее подходить к выбору и использованию пиротехники. Всех призываю воздержаться от покупки пиротехнических изделий и гирлянд на различных стихийных рынках, в неотестованных местах и так далее. Использовать только сертифицированную продукцию. Ни в коем случае не использовать пиротехнические продукты во дворах домов, потому что обеспечить необходимые требования безопасности при этом фактически невозможно. На каждом фейерверке у нас указан радиус действия его, которое необходимо обеспечить для того, чтобы безопасно его было использовать во дворах. Этого лучше не делать. Другая опасность – это неокрепший лед. Специалисты настоятельно рекомендуют родителям провести беседу с детьми о том, как опасен выход на лед, ведь впереди каникулы, в которые школьники часто остаются без особого надзора. Если соблюдать эти простые правила безопасности, тогда и новогодние праздники для вас пройдут весело и без эксцессов. Но раз погода обещает быть не капризной, то и праздничные выходные можно и нужно проводить активно с катаниями на горках, коньках, плюшках, ну и, конечно, спешими прогулками. Елена Армаз, Кирилл Иванов, Новости ТВК. Вы смотрите новости на телеканале ТВК. Наш телефон 200-00-65 и мы продолжаем выпуск. Переломные моменты и важные решения. Астролог и таролог поделились своими прогнозами на грядущий год. Что означает комбинация цифр 2023, какие советы дают эксперты в наступающем году и в чем встречает приближающийся праздник. Об этом в нашем следующем сюжете. Если мы с вами суммируем все наши цифры в наступающем новом году, в 2023, то получим однозначное число – это 7. 7 в системе Таро – это колесница. Таролог Татьяна говорит, что в значении Таро колесница – это движение, цель, энергия и победы. Такая целеустремленная карта, которая не позволит сидеть в стагнации и грустить. Год будет достаточно динамичным и активным, но эксперт указывает, что если колесница мчится без цели и наобум, она может развалиться. Давайте сделаем с вами общий расклад еще на такую тему. Сюрприз 2023 года для всех нас. Вот, давайте посмотрим. Смотрите, это что-то будет начало. Начало нового, начало творческого. То есть каждый в 2023 году может попробовать себя в амплуа, в каком-то творческом процессе. Вот, а это возможно даже исполнение желания. Посмотрите, рыбка в кубке, да, это как Емеля, по щучьему велению, да. То есть возможно какое-то исполнение желания, возможно у кого-то рождение деток, сюрприз года, да. Потому что это подросточек, это ребенок, это еще не зрелая карта. То есть, ну, такие перемены связаны именно с чувствами, с эмоциями и они положительные будут. Это вот такой сюрприз. У каждого отыграется по-разному, смотря какая сфера. По словам торолога, перемены в жизни, любовь и благополучие особенно будут преследовать овнов, дев, стрельцов и водолеев, если они будут прилагать усилия для своего счастья. А вот быть аккуратным со здоровьем, не стоять на месте и запастись терпением советует тельцам, близнецам и рыбам. Про переломные моменты рассказывает и астролог Наталья Сарамут. По ее словам, 2023 обещает очень большую астрологическую тенденцию к развитию. Повезет тому, кто быстро умеет перестраиваться, не останавливаться, не проваливаться психологически, кто умеет быстро собираться и видеть новые возможности. 2023 год для многих будет переломным. В каком плане? Многие примут, многие семьи и в каких-то семьях отдельные члены семьи примут для себя какие-то важные кардинальные решения. Кто-то примет решение остаться здесь, кто-то примет решение уехать и уехать уже, например, совсем. Кто-то примет решение открыть собственный бизнес, поменять профессию. Не нужно бояться изменений, но вот именно 2023 год он будет нам предлагать очень быстрые скорости изменений. Нужна будет такая волна, на которой можно, например, поймать успех. Но и в том числе, если оставаться на месте, не менять ничего, то есть возможности очень сильно отстать от жизни. Вот такой вот 2023 год. Бояться его не стоит. Конечно, много негативных каких-то предрассудков можно найти на просторах интернета по поводу 2023 года. Да, непростые энергии будут. Планеты устраиваются в непростые конфигурации. Это непростое предложение для нас. Но с чем мы только сами уже не справлялись, справимся и с этим. Еще перед наступающим праздником в голову приходит мысль, в чем же встречать Новый год. В год черного водяного кролика стилисты рекомендуют добавить в образ черный, элегантный, изысканный цвет и яркие оттенки. Ну, начнем с того, что это год черного водяного кролика. Конечно же, в приоритете в этом году будет черный цвет. С разными фактурами здесь можно поиграть как раз-таки на сочетании разности фактур. Также обязателен, ну или желателен, скажем так, люрекс в любых его проявлениях, какие-то мерцающие ткани. Также очень модно в этом сезоне использовать перья. Как аксессуар у нас тоже представлены такие модели. То есть это очень такой воздушный, нарядный образ получается. Ну и перья, конечно же, отстегиваются. И потом все сейчас стремятся к рациональности. Это будет достаточно хороший базовый комплект для повседневной жизни. Если мы выбираем образ в монохромном черном цвете, да, я уже сказала, что он в приоритете в этом году, то здесь будет интересно как раз-таки в сочетании тканей. Мы можем сочетать более блотную ткань с более какой-то летящей, мерцающей, пайетки всевозможные. То есть в новогоднюю ночь, конечно, блесток пайеток и аксессуаров много быть не может. Поэтому либо мы используем какие-то активные аксессуары, если выбираем черный цвет, либо играем на разности фактур. Ну и, конечно, наряду с черным базовым цветом мы можем использовать яркие цвета в новогоднюю ночь. Такие как фуксия, красный, королевский, синий. Блистать, всех удивлять и быть заметной. Это, конечно же, прям то, что нужно в новогоднюю ночь. С подробным прогнозом для всех знаков зодиака вы можете ознакомиться в соцсетях ТВК. Для этого сканируйте QR-код на экране и переходите по ссылке на гороскоп наступающего года. Пусть вас преследует удача и любовь в новом 2023 году. Александра Козлова, Сергей Кашин, новости ТВК. Обмеление Енисея, борьба с Хагиваги и спасение белых медведей. Что еще смотрели и читали подписчики ТВК в 2022? Наша интернет-редакция подвела итоги и прямо сейчас расскажет о самых популярных темах уходящего года. Итак, слово админу. Всем привет, я Таня Шункова. Прямо сейчас мы подведем итоги и посмотрим самое популярное в соцсетях ТВК за 2022 год. 2022 год был полон аномалий. Весна и лето красноярцам запомнились рекордным обмелением Енисея. Такими кадрами с нами делились подписчики ТВК. Вот так обмелел Енисея. Непривычно, конечно, видеть. Но здесь вот воды практически не осталось. Это как раз от Дубровинского. Вот так это выглядит. Такая аномалия подарила красноярцам интересные находки. Ракушки с жемчужиной, части автомата, неопознанные черепа и старые пластинки. В мае в край пришел апокалипсис. В Красноярске была пыльная буря с грязным дождем. Из-за сильного ветра в районах начались сильные пожары. В Уяре загорелась незаконная свалка. Огонь уничтожил 223 жилых дома. Там, где раньше были целые улицы, остались только печки и пепел. Также от огня пострадали другие районы края. Всего погибли 7 человек. Еще одна аномалия – нашествие крыс. То, что творилось летом на мусорках, могло бы стать сюжетом для городского триллера. Смотрите сами. Кому питомца? Может быть, кто хочет себе домой мышку? Могу адрес подсказать, где такая красота. Их тут просто кишит. Детей в 2022 году захватил жуткий тренд – хаги-ваги. Оригинальные киси-миси и хаги-ваги выглядят вот так. Помимо яркого цвета, широкой улыбки вот с такими зубами и больших глаз, у них есть еще одна отличительная особенность. Это липучки, которые позволяют им держаться за руки и крепко обниматься. Сюжет ТВК об этих игрушках попал в топы и набрал около 400 тысяч просмотров на YouTube. Мягкие игрушки с огромными зубастыми ртами появились еще в начале года, а говорят о них до сих пор. Роскачество сначала заявило, что игрушки могут нарушить детскую психику. Теперь же их объявили токсичными. А интернет-магазины и маркетплейсы снимают их с продаж. Из добрых воспоминаний за этот год – спасение белых медведей на Диксоне. Иди давай. Давай, Миша. Это Монеточка, та самая медведица, которая застряла языком в банке сгущенки и пришла к жителям Диксона. Ветеринары спасли медведицу и вернули ее в дикую природу. А это Диксон. Его нашли с 30 огнестрельными ранениями, спасли и увезли в московский зоопарк. У него не двигаются задние лапы, но это не мешает ему радоваться жизни. Валяться на снегу, гулять по вольеру и купаться в бассейне. Еще одно чудо случилось у 17-летнего красноярца Дениса Цуглинока. В 2015 году мальчик потерял руки после несчастного случая на подстанции. За историей подростка мы следили с 2019 года. Телезрители и подписчики ТВК не раз помогали семье в реабилитации. И вот, наконец-то, Денис получил долгожданные протезы. Буквально обрел новые руки, которыми учатся управлять. Такое вот новогоднее чудо. Желаю, чтобы в 2023 году было больше чудес, добрых историй и ярких видео, которыми с нами делитесь вы, наши подписчики и телезрители. Сканируйте QR-код, переходите, подписывайтесь, пишите нам в любых мессенджерах и соцсетях. Мы с вами на связи 24 на 7, ведь ТВК – это не только ТВ, и в новом году будет так же. В конце года многие, как правило, подводят итоги прошедших дней и дают обещания на новое время. Так, среди самых распространенных заветов на 2023 по данным Альфа-страхования, проводить больше времени с семьей, реализовать себя в карьере и отказаться от вредных привычек. А какие обещания дают себе на Новый год красноярцы, смотрите далее. Вы, может, уже себе какое-то обещание на 2023 год подготовили? Обещание жить для себя. А цели обычно ставите на год? Естественно. Есть какие-то такие масштабные в плане работы или личной жизни, которые вы сегодня решили? Есть, а какие-то какие-то свои действия. Поиск себя, профессиональный рост. Здесь в планке Даша также. Выйти на новый уровень в своем деле, который я сейчас развивала. Продолжить заниматься спортом. Каким спортом вы занимаетесь? Баскетболом. Больше считать, начать. Наверное, просто быть счастливой и просто исполнить пару своих желаний. А что за желания? Ну, вот в бытовом плане. Ну, в бытовом съездить, наконец-то, к родственникам на день рождения в августе. И, наверное, вырасти в должности. Зачеты все сдать. Еще бы заниматься нормально, не прогуливать. Вот. А в личностном плане? Больше читать. Все устраивает. Такую работу. Продолжать в том же духе? Да, да, да. Бабушку сложить, отдохнуть на море. А куда хотите? Ну, в этом году никуда пока. Ну, а в планах? Ну, в планах нет еще. В планах такого, чтобы конкретно. Осуществлять мечты, которые были задуманы ранее. Уже наступило это время. Пора. А может, в бытовом плане это что-то? Отказаться от вредных привычек, например? Ой, это обязательно. Работаем над всеми вредными привычками постоянно. Со своими друзьями мы всегда за то, чтобы каждый месяц избавляться от какой-то вредной привычки. Получается? Получается. Например, не есть конфеты на ночь раз и уже не ешь. Конечно, занимаемся подведением итогов и так далее. Ну, пока рановато еще. Дня через два, я думаю, за столом будем уже подводить какие-то итоги. Ну, может, у вас уже есть, например, в бытовом плане, что вы хотите в следующем году точно воплотить? Машину купить, работу поменять, спортом заняться? Вот все, что вы сказали, это и хочу воплотить. Ну, вот на 23-е обещание себе уже какое-то давали? Обещание? Конечно. Вести себя хорошо. Может быть, еще что-то больше времени с семьей проводить? Конечно. Внуки мои очень требуют много внимания. Так что буду уделять им по мере сил. На сегодня это все новости. Напомню, телефон редакции 200-00-65. Подписывайтесь на нас во всех социальных сетях. А все редакции ТВК поздравляем вас с Новым годом. Берегите себя и друг друга. И пусть в вашей жизни будут только хорошие новости. До встречи в эфире уже в новом 2023 году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова